Ну и по традиции, ребята, я хотел бы поблагодарить тех людей, кто поддержал мой канал, кто поддержал ту деятельность, которой я занимаюсь. И, конечно же, общественное объединение ОСА. Я хотел бы поблагодарить Даниара Аманбаевича, Даниара Сактобе, Николая Анатольевича от Шахтера Шахты Ленина. Вам огромное спасибо. Спасибо Евгения Владимировича Костанай на поддержку армянских и иностранных машин. Спасибо большое. Спасибо Евгений Владимирович. И хотел бы поблагодарить Александра Сергеевича. Спасибо за ваш труд. Всем вам большое и огромное спасибо. Мы искренне рады тому, что вы остаетесь неравнодушными и поддерживаете наш канал. Спасибо. Всем большой привет. Спасибо, ребята, что находитесь на моем канале. Смотрите этот ролик. И сегодня я, в общем-то, вам хотел рассказать о том, что сейчас необходимо сделать для того, чтобы отстаивать в рамках правового поля интересы автомобилистов, имеющих автомобили с иностранной регистрацией. Итак, ребят, как вы знаете, первый заместитель министра внутренних дел всячески тут изощряется, изгаляется, лыбится на всю страну. Всякие гадости, мерзости говорит об автомобилистах. В частности, о том, что граждане Казахстана совместно с гражданами Армении совершают уголовные преступления, а именно разрабатывают мошеннические схемы для того, чтобы привезти сюда, в Казахстан, такой автомобиль. При том, что нет ни одного уголовного дела, нет ни одного решения суда, приговора, который вступил бы в законную силу. Вот так вот просто лгать на всю страну, и это говорит первый заместитель министра внутренних дел. Отсюда, ребята, именно сейчас от каждого из вас зависит, кто на что способен. Я сейчас настоятельно рекомендую всем автомобилистам Казахстана, имеющих автомобили с армянской, кыргызской, российской и прочей регистрации, написать заявление в полицию в отношении гражданина Кожанова, в отношении гражданина Туекбаева, в отношении гражданина Козлова, заявление в совершении уголовных преступлений, халатность и бездействие по службе. Именно эти должностные лица, зная о том, что якобы гражданами Казахстана и гостями страны совершаются, по их мнению, какие-то уголовные преступления, сами совершали преступления, то есть бездействовали. Знали о преступлениях, знали о правонарушениях, но бездействовали. Тем самым проявили бездействие по службе и халатность по службе. И именно сейчас вам необходимо написать заявление, у кого имеются электронно-цифровые подписи, посредством них написать заявление в Астану. Посмотрите, где находится адрес Министерства внутренних дел. И именно в райотдел этого района пишется заявление. Либо на имя начальника департамента полиции города Астаны. То же самое вы дублируете заявление в прокуратуру города Астаны. Далее, те, кто не имеет этой электронно-цифровой подписи, я рекомендую то же самое заявление написать в писемном виде и отправить через КАС-почту. Ну а персонально этим господам, от меня лично, я вам рекомендую вот эти желтые таблички, которые вы там где-то рисовали, наверное, и, наверное, авторами этих табличек и являетесь, взять по этой табличке, у себя дома повесить и любоваться на них. И второй вариант. Я рекомендую, раз вы это придумали, возьмите, мы не против будем, оплатите все необходимые платежи и персонально каждому выдайте эти номера. Ну, можете дать команду в автоцоны. Мы думаем, что 200 тысяч человек будет не против, раз вы являетесь инициаторами этих всех инициатив, ну и раз вы проявили халатность по службе и бездействие по службе, я думаю, что это будет альтернативный вариант. Ну, а на сегодня все, ребята. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Как всегда, по традиции, нажимаем лайк, делаем репост этого ролика, подписываемся на канал и оставляем комментарии. Пока-пока, увидимся.